Ну что, вот первый вопрос, действительно очень любопытно, а было ли для Кремля вот таким сюрпризом реакция россиян на объявление частичной мобилизации? Потому что так ведь уже старались просочить через пропаганду, через телевидение, все средства массовой информации, вот этими всякими законами, что нельзя там что-то говорить против российской армии, неплохое, нехорошее, чтобы как будто бы превознести имидж российской армии и сделать иллюзию, что очень престижно быть частью российской армии. Это все, получается, не сработало? Знаете, что-то сработало. Вот вы только что употребили словосочетание частичной мобилизации. Подмена понятий, когда мобилизация, она просто мобилизация. Там нигде, кроме выступлений политиков, не написано, что она частичная. Но убеждают людей использовать новояз. И видите, он даже переходит через границу. Да, новояза очень много для того, чтобы отвлекать от сути дела. Но человек так устроен, что он может это все воспринимать, пока это его не касается, когда речь идет о победах где-нибудь на строительстве дальнего космодрома, где он не видит, что на самом деле. Когда речь идет о успехах в выборах черти где, где он не присутствует. А вот когда это касается его, касается лжи там, где он есть и может видеть, касается его конкретной судьбы, тут врубается какая-то другая извилина. Не у всех, правда. Не у всех. Как мы видим, призыв все-таки идет. Но люди, которые могут сопоставить 2 и 2, их оказывается достаточно много. По крайней мере сотни тысяч человек. Но смотрите, справедливости ради, нужно сказать, что у парламентариев, у депутатов Госдумы как раз 2 плюс 2 почему-то складывается и даже больше. О чем говорят, вообще как это расценивать, что, например, не можем мы и наши родственники идти на войну, так как если вдруг, аргументация, я пересказываю, если вдруг кого-то из них захватят в плен, то в первую очередь смогут манипулировать этими, шантажировать депутата, например, Госдумы. Вот почему, например, родственников, чиновников высших нельзя призывать? Кто собирается их шантажировать? Да, так бы все семьи призвали, шантажировать было бы некого. Вы говорите совершенно очевидные вещи, что никто из них особенно не готов пострадать сам за это. Есть некоторая, а точнее огромная разница между восприятием войны в России как чего-то чужого, да всех чужого, кроме каких-то уж совершенно отмороженных персонажей и восприятием войны в Украине. То, извините, что брат человека, созвавшего Майдан, Масин Аем, пошел служить еще тогда, по-моему, году в 15-м, а сейчас опять пошел служить тяжело ранен, чудом выжил, это символ. Это символ того, что есть защита, что есть война для украинцев. Для россиян это нечто совершенно другое, разное. Для кого-то это нечто абстрактное, куда они идут, ну, потому что они иначе не могут. Это те самые «добровольцы», в кавычках, которые еще пока по всей России добровольческие формирования не устраивались, ехали в Чечню, дабы завербоваться, когда Кадыров организовывал еще добровольческие части. Это люди войны, которые без этого, видимо, уже и жить не могут. Для кого-то, для депрессивнейших регионов, это может быть единственная возможность вырваться из нищеты, даже, наверное, ценой собственной жизни, а вось семье заплатят положенные деньги. Но для большинства это нечто чужое. И даже для тех, кто был таким ура-патриотом все последнее время, кричал о нацистах, слова «батенька, у вас квадрокоптер, у вас палеологическая и горная подготовка, вы нужны родине, почему вы не в войсках?» Это вызывает молчание. Одно дело с дивана говорить о борьбе с фашистами, а другое дело подвинуть свою тушку туда, где с ней может что-то случиться. Но, повторю, очень много людей, пассивно реагирующих на то, что их призывают, на то, что при мобилизации нельзя же обидеть военкома, так положено и так далее. Однако, посмотрите на других людей. Те, кто бежит от мобилизации, они на самом деле бегут от войны. Они бегут от войны, и это разумная реакция. Смеяться над ними было бы странно. Каждый из них, он, по крайней мере, никого не будет убивать. И этот массовый исход, смеяться над ним было бы достаточно странно. Это, по сути дела, уже сорвало значительную часть мобилизации. Путин говорил, что призовут, мобилизуют 300 тысяч человек. Выехало через границы больше. Причем это люди с головой, с руками, с планами, с умением спланировать собственную жизнь и, может быть, жизнь других. Александр Владимирович, ну вы вот говорите, что эти люди, по крайней мере, никого не будут убивать. А с другой стороны, эти люди, по крайней мере, могли еще в преддверии или после 24 февраля, как бы, хотя бы попробовать сделать так, чтобы не убивали никого и на территории Украины. Поэтому тут, знаете, героизм сомнительный. Да, то, что они сохраняют свои жизни, я с этим абсолютно согласна. То, что это является хотя бы в зародыше здравый смысл, да, с этим тоже можно согласиться. Но это абсолютно не про героизм. Так вот, то, что жители России... Это не про героизм, но это про другое, извините. То, что вы сейчас говорите, напоминает народную песню. А потом вызывают меня в особый отдел. Что же ты, собака, в танке не сгорел? Вы уверены, что те, кто сейчас выезжали, они не выходили на манифестации в феврале и в марте? Многие из них выходили. А кто-то, кого я знаю, вот сейчас выходил на манифестации, задержан, и я не знаю, сможет ли уехать. При том, что сейчас за просто такой выход на улицу полагаются существенно более значительные санкции. И риск того, что тебе прямо в отделе полиции вручат повестку. Ну, да, что же вы не свергли Путина? Не свергли Путина, про это, кажется, мы с вами уже говорили, как именно Путин организует такое, что его не свергают. Сколько денег и сколько человек он в это вкладывает. Сейчас на фронт направляют мобилизованных. А с фронта, насколько известно, снимают части Росгвардии. Те самые части Росгвардии, которые должны подавлять выступления там, в тылу. Полицию, жандромерию снимают с фронта для того, чтобы подавлять тех самых недовольных. Значит, видимо, знают, что есть эти самые недовольные. Да, они могли бы выехать раньше, но это слабый аргумент. Да, это не героизм. Да, это не тот героизм, который на фронте. Да, вообще говоря, я думаю, что сейчас, выехав, многие из них будут думать. Это очень сильное воздействие на человека. Вот что-то произошло и что я мог сделать. Я бежал, что я буду делать дальше. Но это уже завтра и послезавтра. Не самая удачная вещь закрыть границы. А вот сидите там и свергайте Путина. Реально вас построят в ряды и бросят пушечным мясом на украинские позиции. Не самое лучшее, говорить, вы все сволочие гады навсегда. В конце концов, украинцы тоже вышли на Майдан не в 2012, а только в 2013 году. И кто-то тогда, в 2013 году, говорил, ну нет, у нас этого быть не может, у нас все пассивны. Завтра, завтра, я не знаю, какое будет. В конце концов, и участники восстания в Варшавском гетто до восстания были разными людьми. Дайте возможность людям, тем, кто, конечно, уже не вписался в политику Кремля, еще сделать свой выбор. Я думаю, что не совсем корректно сравнивать протесты в Украине. И мы несколько отходим от основной темы нашего разговора по поводу того, как будет реагировать Кремль на тех людей, которые выезжают. И вообще, вот сюрпризом ли это было для самого Владимира Путина и для Кремля, что на самом деле вот так реагируют россияне. Не все, но достаточно много россиян вот так отреагировали на объявление, как мы с вами уже выявили, совсем не частичной мобилизации, а просто мобилизации. Так вот, каким может быть следующий шаг Владимира Путина по отношению к россиянам же после объявления мобилизации, после вот такой реакции? Есть еще чем давить? Есть еще каким образом, скажем так, отобрать волю у тех, кто ее имеет хотя бы вот столичком? Вы задали много вопросов, я буду отвечать по очереди. Во-первых, разумеется, это все было неожиданно. Человек, который считает, что у него ракеты, самолеты и все остальное в должном количестве и в исправности, наверное, думал, что и мобилизационная система тоже прекрасно работает. Она прекрасно не работала, потому что не использовалась много лет, потому что, ну вот она не соответствует современной жизни. Совершенно. Люди не приписаны к месту прописки, живут в большой части не там, и найти их сложно. Это во-первых. Во-вторых, когда-то в Советском Союзе, господи, чтобы я ссылался на Советский Союз, на какой-то более положительный пример, была рациональная система брони от армии для тех, кто работал в ключевых, жизненно важных каких-то отраслях. То, что ключевые, жизненно важные отрасли немножечко поменялись, то, что государство теперь, например, без банковской системы работать не может, это поменялось. А призывная система не поменялась. Пытались призывать людей с айтишников из крупных банков, без которых остановилась бы российская финансовая система. То есть, ясно, что попытались запустить машину, которая стояла без движения в гараже несколько десятков лет, и выяснилось, что а, она не совсем работает, и б, работает совсем не так. Дальше на этом откладывается желание, как всегда в таких условиях, выполнить и превыполнить план, абсолютно безголовые действия, то, что называют перегибы на местах. То есть, сама по себе затея, она преступная, вся эта война. А то, как это делают, ну, разумеется, не лучше. Но про эти перегибы, а не про порочность самой идеи в целом, говорят и депутаты, и даже Маргарита Симоньян. Про это достаточно много говорится. Как это можно будет изменить, ну, очевидно, будут менять. Вопрос, можно ли это изменить быстро, я не знаю. То, что можно что-то делать, можно что-то делать. Вопрос, насколько есть силы, насколько есть возможность делать что-то решительное. В чем проблема российской власти в целом? У нас вытаптывалось политическое поле сверху донизу. Отсутствие самостоятельных людей, которым доверяет народ, ну, на всех уровнях. Нету людей, которые могли бы взять на себя ответственность, потому что отбирали не по этому принципу. Мало компетентных людей, потому что принцип «умные нам не надобны, нам надобны верные», он торжествовал. И когда вся эта система собрана из неинициативных, неумных людей в значительной степени, а когда вся эта система приходит в ход, то на всех уровнях у нас будут такие или другие провалы. Будут прилетать черные лебеди. Что будут с этим делать? Валерий Путин, он ведь не самый смелый человек, а некоторые решения требуют смелости. Понимание того, что будут сложные последствия. И сейчас, когда, очевидно, продолжают люди выходить любым возможным способом через российские границы, те, которые что-то понимают и понимают, что в этих ситуациях, в этой ситуации единственный выход – это спасаться, ну, границы не закрыты. Я об этом никого не прошу. Пускай границы будут открыты. Но вы видите отсутствие каких-либо решений. Вот это тоже важная вещь. Паралич на протяжении долгого времени, паралич той власти, которая единственная может отдать какую-то команду, а потом какой-то бред. Бред, происходящий из того, что объективной информации о происходящем, о существующем, там нет. Так что ответы будут, ответы неадекватные, порождающие новые и новые кризисы. Просто потому, что эта система слишком долго держалась на декорациях, на подпорках, на элементах фасада. Многое посыпется. Увидим еще. Я абсолютно без радости это говорю. Но, с другой стороны, это повод переосмыслить происходящее. Я вас уверяю. Александр Владимирович, вот хотелось бы на этом моменте, когда вы говорите, что многое посыпется, сейчас не конкретно про какой-то там крах, какой-то что-то вот такое. Не в этом ключе абсолютно хочу задать вам вопрос. Но, тем не менее, в том, что россияне не едины в каком-то моменте, это стало очевидно после объявления той самой мобилизации. И действительно, что если стоит на кону с охраной жизни мужчин, мужей, сыновей и так далее, то в разных частях Российской Федерации люди все-таки готовы выходить на те самые протесты. Ну и достаточно яро протестовать против таких вот приказов, как мобилизация и так далее. Не считаете ли вы, что это начало того самого процесса емкого и очень сложного, который называется деколонизация? Если можно, коротко, у нас не так много времени осталось в эфире. Знаете, по-моему, вы путаете два сюжета. Да, наиболее активно выступили там, где наиболее развитое гражданское общество, там, где люди привыкли формулировать и отстаивать свои права, отстаивать свои интересы. В частности, в Дагестане. В Дагестане вы пришли к каким-то мифам, и Кавказ вы пришли к каким-то мифам. Это не самая отсталая, а в чем-то наиболее продвинутая часть России в плане самостоятельности эмансипации гражданского общества. Но это совершенно не то же самое, что какие-то сепаратисты для движения. Может быть, кому-то хотелось бы это отождествлять, но нет. Россия, это говорил Алексашенко, бывший глава Центробанка, про российскую экономику, что российская экономика устроена просто как табуретка, а табуретку тяжело сломать. Так вот, то, что Россия в чем-то значительно прочнее, чем может показаться, это да. Но а в чем-то нет. Вот развал страны, о котором говорят, я, честно говоря, его не вижу. Я вижу развал очень многого внутри страны, казавшегося прочным. И то, что люди оказываются перед новой реальностью. И то, что они, возможно, будут готовы спросить власти за это. А может быть, нет. Но вот то, что очень много людей, которые могли бы подумать о том, правильном ли направлении идет российское государство и общество, сейчас сами двинулись в каком-то направлении, и только теперь у них запустится в головах мысли. Вот это да. И это процесс, связанный не с отделением каких-то частей, а с тем, что происходит в головах у людей. Помните, разруха не в клозетах, разруха в головах. Возможно, возможно, в головах, наоборот, будет появляться какой-то порядок. И если он появится вовремя, а не спустя много лет, то, может быть, удастся что-то делать или хотя бы начать делать. Пока же мы видим только хаос при мобилизации. И, с другой стороны, успех этой самой мобилизации, потому что людей везут. Везут туда, где их якобы должны готовить к войне, или везут просто на войну. Александр Владимирович, благодарим вас за то, что вы высказали свое мнение. Все-таки не во всем у нас с вами у нас сходится. Не помню я таких волнений в Кабардино-Балкарии до объявления мобилизации. Тем не менее, думаю, этот вопрос такой дискуссионный, и мы будем его еще с вами продолжать обсуждать в эфире.